Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира Антон Хатиновский. Всего 10 уголков самообслуживания населения функционирует в областном центре. Вместе с тем, с 13 мая в цонах можно получить только бумажные услуги. Электронные горожане будут получать самостоятельно или смогут прибегнуть к помощи секторов самообслуживания. При населении города в 170 тысяч человек данные уголки практически не справляются с нагрузкой. К такому выводу пришли члены межведомственной рабочей группы по результатам проведенного рейда. Наталья Мирошникова уже третий день обивает пороги уголка самообслуживания, расположенного во фронт-офисе Акимата города Талдукурган. По словам женщины, она могла бы не тратить свое драгоценное время на посещение данного пункта и попросту не создавать очередь, если механизм работы специалистов был четко слаженным. Оказывается, я могу это все через чат, через бот сделать, а я хожу и по часу здесь сижу. И почему нет консультантов, которые могут на входе это все проконсультировать, спросить, для чего вы сюда пришли, объяснить, что вы можете в телефоне, потому что первый раз, когда я пришла, мне вообще сказали, что только через компьютер я могу зарегистрироваться. Как выяснилось, более 25 услуг можно получить без наличия электронной цифровой подписи и без посещения секторов самообслуживания посредством приложения «Телеграм-бот». Это справка о наличии или отсутствии судимости, прикреплении к медицинской организации, вызов врача на дом, бронирование очереди в ЦОН и многие другие. Нужно только сделать несколько несложных шагов. С помощью виртуального ассистента через свой мобильный телефон необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Для этого нужно зайти на портал ЕГОВ и нажать кнопку «Виртуальный ассистент», и вы автоматически соединитесь с реальными людьми, которые помогут вам и ответят на все интересующиеся вопросы по получаемым услугам. Как показала практика новой концепции, простой народ еще недостаточно осведомлен. Свидетельством тому является большая очередь, образовавшаяся в точках оказания консультации населению. Если одни пришли сюда действительно по необходимости, то другим нужна была лишь справка с наркологической организацией, которую можно получить через мобильное приложение. В целом из числа функционирующих уголков самообслуживания по городу функционирует всего 8 точек. Если элементарно проявить арифметику, при 170-тысячном населении это очень мизерное количество уголков самообслуживания. Поэтому мы рекомендуем незамедлительно увеличить точки доступа, определить наиболее сконцентрацию жителей по микрорайонам, рассмотреть возможность открытия уголков самообслуживания в спальных районах. В результате мониторинга, пообщавшись с горожанами и услышав их проблемы, члены межведомственной рабочей группы по вопросам оказания госуслуг при департаменте АДГС Палматинской области обязались в срочном порядке выдвинуть городскому акимату ряд конкретных мер по улучшению данной ситуации. Защита на лицо. Медицинскими масками собственного производства теперь будут пользоваться жители Талдыкургана. В областном центре открылся еще один цех по производству трехслойных масок. В день их будут выпускать до 8 тысяч штук. Миницех работает на базе общественного объединения «Алпамыс», рассказывает Дамира Нитов. Открытие мини-цеха – большая радость для 20 безработных талдыкурганцев. В связи с карантином многие из них остались без работы. В основном это представители социально уязвимых слоев населения, многодетные и малоимущие семьи, а также те, кто воспитывают детей инвалидов. Работа несложная. Необходимо лишь базовое знание в шите. В принципе, работа несложная. Шить на машинке – это любая женщина должна уметь. Хочу сказать спасибо таким людям, которые создали нам эти условия, чтобы мы могли заработать, потому что как бы с нашими детьми сильно не заработаешь, и другие организаторы куда-то нас не возьмут, там свой график. А здесь мы, и дети при нас помогают, они тоже учатся, и мы заработаем себе. Для рабочих созданы все условия. Новенькие швейные машины, необходимый материал и бесплатный обед. Заработная плата – 42 500 тенге. На начальных этапах здесь выпускают около 1000 масок. Ожидаемая производительность – 8000 масок. Вся продукция по сниженной цене будет реализовываться через городскую аптечную сеть. Работают здесь соблюдением всех санитарных норм – маски и социальное дистанцирование. Создание вот этого цеха, открытие этого цеха сейчас наиболее актуально, когда в период карантина многие люди остались без работы, и возросла потребность в медицинских масках. Поэтому мы очень благодарим руководителя ТО «Техноавиагрупп» за создание рабочих мест именно для мам, которые воспитывают инвалидов, которые сами инвалиды, люди с инвалидностью, и многодетные мамы. Поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет долгим, успешным. Это уже не первый цех по производству масок, созданный при поддержке ТО «Техноавиагрупп». Месяц назад такой объект был открыт в областном центре по улице Шахваростово. Сейчас там работают 90 человек. Еще один имеется в моногороде Текели, где ежедневно трудятся порядка 70 человек. Дамира Нитов, Жаслан Шенкенжи, Телеканал Жецу. Спасти и предотвратить. Несмотря на карантин, спасатели Алматинской области продолжают работать в привычном режиме. В этот раз сотрудники противопожарной службы объехали Талдыкурганские высотки, чтобы предупредить родителей о риске выпадения детей из окон. Дети могут выпасть из окна, если окно приоткрыто более чем на 12 сантиметров. Установите на окна блокираторы, не позволяющие надпись... Оксана Сергеева вместе с супругом воспитывает двух прекрасных деток. Семья живет на 11 этаже. Приближающееся лето вместе с характерной ей духотой вынуждают часто проветривать квартиру. Поскольку дети еще маленькие, есть риск выпадения из окон. Родители, прекрасно основывая всю серьезность ситуации, установили на окнах решетки. Теперь хозяйка спокойно занимается своими делами, зная, что дети в безопасности. Двое прекрасных деток, которых я очень сильно люблю. В целях их безопасности мы на окнах установили решетки. Они стоят не так много денег. Но сейчас я могу заниматься по дому всеми делами, которые нужны. Мои дети всегда в безопасности, и я об этом знаю. Поэтому убедительная просьба. Уважаемые родители, пожалуйста, установите решетки на окна в целях вашей безопасности и ваших деток. Спасатели напоминают, открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Каждый год в мире от падений с высоты гибнут десятки тысяч детей. Эта статистика буквально кричит. На окнах должны быть решетки. Под запретом и выход на балкон без сопровождения родителей. Говорят спасатели. У каждого подъезда они расклеили листовки с правилами безопасности и рекомендациями на случай ЧАЭС. С летнего периода многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Выпадение детей из окон является основной из причин детского травматизма и смертельности. Поэтому в целях недопущения выпадения детей из окон в управлении по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган проводятся профилактические мероприятия в данном направлении. Также хотелось обратиться ко всем родителям. Будьте бдительны. Не оставляйте детей без присмотра. С начала года в регионе не зарегистрировано ни одного факта выпадания людей из окон. Однако это не повод расслабляться. Сотрудники ДЧС Алматинской области будут на постоянной основе проводить такие рейды. Ведь, как говорится, повторение – мать учения. Это была вся информация к этому часу. До встречи в следующем выпуске новостей, который выйдет на телеканале ЖТСУ ровно в 21 час 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова